Мирные субботы Мы живем в очень интересное время И как и в любом периоде времени человеческого рода Есть разные грани, наверное, именно духовной жизни, духовной действительности Сегодня мы поговорим и о мессианском иудаизме И о личном нашем, как бы, как человеческом, что ли, восприятии духовной действительности Проповедь я назвал «Ни рыба, ни мясо» «Ни рыба, ни мясо» для нас, как бы, очень привычное такое стереотипное определение Но вот у меня до сих пор загадка, что это может быть, если оно и не рыба, и не мясо Овощи Конечно, продуктов много на земле, согласен Но почему так говорит поговорка, да, Петгам, ни рыба, ни мясо Мясо нельзя смешивать с молоком Ну, кому-то можно, как бы, да Но вот евреи так решили, что нельзя А рыба является нейтральным продуктом, это парве Белок То есть, в принципе, могут быть яйца, но без желтка Правильно я понимаю? О, вот Володя, вот он прямо Вот сто баллов, Володя Да, следующую поговорку мы опустим Не скажем ее вслух Но вот, слава Богу, видите, вот Шамаш нас прям почувствовал Откройте третью главу, книгу Откровения, это Апокалипсис И мы поговорим об этом отрывке Именно его я приготовил Честно говоря, я не ожидал, что кто-нибудь скажет, что об этом мы сейчас поговорим Но это именно то состояние, которое было в ладикистской общине И что такое ладикистская община? Это люди, которые в ней, так или нет? Община ведь состоит из людей И если человек ни рыба, ни мясо То и община будет ни рыба, ни мясо А в последнее время нам надо быть Именно рыбой Не знаю почему, но мне кажется рыбой Но кто-то может быть и мясом Главное, чтобы было четко Вот сориентировано Мировоззрение человека И мы зачитаем этот текст с 14 стиха Третья глава, Апокалипсис Книга Откровения И ангелу ладикистской общины напиши Так говорит Аминь Свидетель верный и истинный Начало создания Божия Знаю твои дела Ты не холоден, не горяч О, если бы ты был холоден или горяч Но так как ты тепл А не горяч и не холоден То извергну тебя из уст моих Ибо ты говоришь Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды А не знаешь, что ты несчастен И жалок, и нищ, и слеп, и наг Советую тебе Купить у меня золото огнем очищенное Чтобы тебе обогатиться И белую одежду, чтобы одеться И чтобы не видна была срамота ноготы твоей И глазную мазью помажь глаза твои Чтобы видеть Кого я люблю, тех обличаю и наказываю И так будь ревностен и покайся Се, стою у двери и стучу Если кто услышит голос мой И отворит дверь Войду к нему и буду вечерить с ним И он со мною Побеждающему дам сесть со мною На престоле моем Как и я победил и сел с отцом моим На престоле его Имеющий ухо дослышит Что дух говорит общинам Амин Очень интересный текст В котором написано Ты не холоден, не горяч Мы знаем, что есть блюда Которые кушаются Либо холодными Либо горячими Но вот тепленькое Моя жена вот знает Я допустим Первое блюдо Неважно что Это уха Борщ Суп Я люблю кушать горячий А когда он теплый Он невкусный Жаркое, например Горячее Но я люблю холодное Когда Вот оно застывает прямо Неважно там это Курица или говядина Но вот я Иногда Очень люблю Причем Ну с детства скажем так Жаркое кушать холодным Но не теплым Конечно Эту тему можно было бы продолжить О чем идет речь Почему я говорю Ни рыба, ни мясо Это для русскоязычного Уха Очень понятное определение Да Это когда человек Ненадежный Ни то, ни сё Ну вообще как бы ничего И здесь тот же прообраз Ни холоден, ни горяч Ну давайте мы начнем С 14 стиха Очень-очень как бы Здесь есть мощное послание Когда написано Так говорит Аминь Свидетель верный Кто это такой Аминь Как вы думаете Еще о Машех Правильно Ну по тексту понятно Так говорит Аминь Теперь честно скажите Кто у вас знает Что этим именем Назывался Бог в Танахе Элогей Амин Кто-нибудь знает это? Нет? Не знаете? А о чем это может говорить? Вот если бы так было Тогда это объяснило бы Концовку стиха Начало создания Божия Некоторые думают Что Ешуа Он тот Которого первого сотворил Бог Начало творения На самом деле Текст говорит Что сам Ешуа Является Вот этот Аминь Верный свидетель Он сам является Началом всего творения Он родил Как бы Он создал это все Участвовал Откройте Исаия 65 глава Не буду вас мучить долго Исаия 65 глава 16 стих Понятно что В русском языке Я не знаю Или есть Наверное да Ну посмотрим сейчас А вот в Иврите Я прочту вам Именно этот стих Очень интересно Оказывается Создатель Бог Танохический Бог Он себя называет Бог Аминь Прямо в тексте Дважды написано Если дважды написано Вариантов нет Правда? Ешуа говорит В откровении Что его тоже зовут Аминь Очень много спора Ведь насчет Божественности Мессии Я уже говорил Не одну проповедь На эту тему Для меня нет Сомнений никаких О его божественности Или в его божественности Мы видим Что одно и то же имя Носит он И отец Конечно непонятно Мозг плавится И мне непонятно А я и не пытаюсь Это объяснить Я констатирую Это как факт Я провозглашаю Это как факт Танохический Библейский Если хотите Отец и сын одно Я в отце И отец во мне Да Все это есть В бритхадаша Но когда такие вот вещи Мы находим В откровении Когда Ишуа говорит О себе Да Что он Аминь Свидетель верный И он действительно Истинный свидетель Всего И называется Или носит Тот же атрибут Которым называется Создатель Да Элогей Амин В мессианском иудаизме Который сегодня Является С одной стороны Течением Очень молодым Период становления У нас Многие вещи Непонятны Мы многого не знаем Отрабатывается Вырабатывается Учимся С другой стороны Это иудаизм Первого века Одно из течений Которое просто Каким-то образом Вот В веках Оно потухло Остановилось Что ли Но не на совсем Вот корень остался Искра тлела То есть Я точно знаю Что Вот на сегодняшний день Есть миссия Которой 200 лет уже Мессианских евреев То есть Мы многого не знали Информация упущена Но Эти люди Они во время войны Я уже говорил В Варшавском гетто Работала Мессианская Синагога То есть Люди там были Есть история Есть традиции И я знаю Что многих Это раздражает И когда это происходит Что характерно Вот мы находимся Так вот Бог мне показал Между молотом И наковальней И Иудаизм Имеет к нам претензии Христиане тоже И очень часто Именно это давление Как бы И мы хотим понять И кто же для нас свои Евреи Иудаизм Или Или христиане Кто-кто ближе И вот в этот момент Происходит потеря Собственной Самоидентификации И люди И общины Становятся Ни рыбой Ни мясом Они пытаются Поймать ветер Как бы Угодить и тем И другим Не надо Нам надо Вырабатывать Как бы Свою линию Свою дорогу Свой путь Для нас Есть пространство В духовном Мире Созданное Богом Нам не надо Его метить Сторожить Там как-то От кого-то Защищаться Это все Делает Создатель Все что нам надо Нам надо Углубленно Пытаться Понять Себя И свое место В истории Развития Человеческого рода Который шел по пути Сначала иудаизма И потом Основная масса людей Пошли По пути Христианства На самом деле Что произошло Основное понимание Евреев Для чего Евреям Была дана Тора В чем вообще В чем вообще Вот Призвание Еврейского народа В веках В чем Научить Другие народы Этому Божьему слову Понимаете Привести Другие народы В свет Торы Привести Другие народы К Богу Вот это и сделал Ишу Он привел Эти народы Многие народы Великий раввин Который Я сейчас не умоляю Его божественную часть Да Но он также и человек И как бы Нету ни одного Такого примера Чтоб так распространилось Слово Божье Вот через еврея По всей планете И естественно Многие вещи Как бы передвинули Изменили Заменили И так далее Но Ничего страшного Нам важно понять Что Нельзя чтобы Нас смущали Те или иные Выпады Вот В нашу сторону Они будут Но нам надо быть Или рыбой Или мясом Просто То там То здесь Слышатся Вот эти вот Моменты Что люди Теперь не знают Они Они теперь Не уверены Это так Или не так Это то же самое Что было С Ладикийской Общиной Более того Мессианский Иудаизм Частенько Переживает Или не может Пройти Испытание На гордость Людям Кажется Что теперь Мы самые Крутые Мы все знаем Мы Самы Давайте все К нам К нам И евреи Придут И христиане К нам Придут А мы им Скажем Что делать Потому что Мы все знаем И у нас Все Как бы Все секреты Мы скопили И знаем Ответы На все вопросы Нельзя Так думать И нельзя Чтобы такое Понимание Завладело Нашим сердцем Это просто Предостережение Для нас Для всех Именно Таким образом Люди становятся Ни рыбой Ни мясом Потому что Весь этот Материал Его невозможно В принципе Охватить И поднять Поэтому Для нас Так важно Держаться С середины Дороги И не Бороздить Обочину Ни правым Краем Ни левым Краем Для нас Также важно И необходимо Видеть Эти обочины То есть Для этого Я буду Приглашать В нашу Общину Людей Чтобы они Делились Тут словом Будут Представители Как левой стороны Так и правой Правой Уже был Недавно Для чего? Ну как Прививка Вообще Почувствовать Понять Вообще С чем мы Соприкасаемся С чем мы Имеем дело Очень многое Нам Конечно Открывается Через язык Да Вот Через Само Писание В оригинале Но нам Также важно Быть скромными Уважать Своих Братьев И сестер По вере Из любого Народа И быть готовыми К их К сотрудничеству С ними Без превозношения Без вот этого Знаете Заносчивого Состояния Это не хорошо В любом Случае Ведь Ищуа Который Пришел С неба Он же Не был Заносчивым Но он Вообще Вы представите Насколько Он был Сегодня Сказали бы Крут Да Мертвых Воскрешает Люди Себе Придумывают И верят В это И то Себе Чувствуют Большими Да Того Чего нет На самом деле А здесь Там По воде Ходит Хлеб Умножает Мертвых Воскрешает Горбатых Выпрямляет Прямо На месте Не то Что там Знаете Ему Паппарат Елизарова Надо ставить На перелом Чтоб срослось Вот на месте Прямо Сказал Помолился Все У человека Сухая рука Выровнялась Стала здоровой На глазах У всех Ну И не было Этого превозношения Не было Гордыни Он говорит Вы рабы Если вы что-то Сделали Скажите Вы рабы Ничего не стоящее Сегодня Мессианский Иудаизм Оказывает Действительно Большое Влияние На всех Вообще На всех Поэтому Так важно Нам понимать В чем Наше призвание Чтобы мы Возгордившись Не потеряли Божье Благословение Как мы Прочитали Если благословит Тебя Бог на земле Будешь благословен И на небе Я сейчас Вернусь В это место Процитирую Его точно Которым Кто будет Благословлять Себя На земле Будет Благословляться Богом Истинный И кто будет Клясться На земле Будет Клясться Богом Истины Это из Исаи То что мы Прочитали Дело в том Что Всегда Есть Соблазн У людей И не только Кстати У людей Есть еще Не люди А Духовные Создания Созданные Богом До материального Мира Мы почитаем Сегодня Чуть-чуть Об этом Как бы Есть всегда Вот это вот Элемент Или Опасность Возгордиться Чему Предшествует Гордость Падению Слышите Как это Звучит Трагически Правда То есть Хорошо Быть людьми Скромными Это не значит Что нам И пол Будут вытирать Как тряпкой Мы это Тоже Не позволим Но Чтобы Сохранил Нас Бог От гордыни Духовной Чтобы Не понесло Куда Не надо Чтобы Не попасть Под влияние Тех Духов Которых Когда-то Понесло Куда Не надо И с ними Произошла Тоже Трагедия Во-первых Это Приводит Вот к Этому Состоянию Когда человек Не знает Кто он Когда он Не понимает Кто он Когда он И не холодный И не горячий Когда он Не рыба И не мясо Поэтому Мессианский Верующий Должен понимать Что он Принадлежит Всецело Своему Богу И Сыну Которого Бог послал На землю Чтобы полностью Осуществилось Его желание Или его воля Здесь На земле Мессианский Иудаизм Не должен Остывать Не под Воздействием Иудаизма Не под Воздействием Христианства И что Характерно Мы должны Чувствовать Что и те И другие Наши Братья Это люди И те И другие И есть Братья По духу Есть Братья По плоти И есть Братья По плоти И по духу Но в любом Случае Очень важно Чтобы человек Не думал о себе Больше Чем ему Определено Богом Это все Написано В Писании В этой книге Отслеживать определенное призвание от Бога. Бог захотел, чтобы так было. Я думаю, в этом есть тоже какая-то часть подготовки к приходу Его Сына, второго прихода на землю. И мы все участники этого всего. Нам нельзя думать, что мы уже всего достигли, и сейчас мы всех научим, как правильно, чего и где. Нам нужно продолжать учиться. И в иудаизме это один из таких тоже базовых принципов, что когда раввин преподает что-то, он продолжает учиться в момент преподавания от своих учеников. Это не значит, что все, что подряд скажут ученики, для него теперь он сидит, как за партой. Нет, он там поймал фразу, услышал слово. У него мост какой-то, он соединил какие-то другие два понятия. То есть имеется в виду, что даже когда человек находится в позиции учителя, преподавателя, и здесь мы говорим и о теоретической стороне, и о практической стороне. Он настроен на то, чтобы продолжать обучаться самому. Мы знаем, что Бог может говорить и через неверующих людей, а даже для тех, кто очень, как бы, тяжело воспринимает материал через животных. Так или нет? Ну, если совсем уже вот так вот, да, заткнул уши, и что вы там говорите, как бы? Я же хочу услышать, а сам уши заткнул. Уже через осла, там через ослицу, говорил Бог к одному. Хотя тот был пророком. Это все показывает нам или учит нас чуть-чуть там, чуть-чуть здесь, отсюда немного. И фактически делает нас более полными или полноценными людьми, личностями. Опять же, нельзя гордиться, да? И что это я имею в виду сейчас? Полнота. Под полнотой я понимаю удовлетворенность. Когда человек удовлетворен тем, что у него есть на столе, как еда, стены, как жилье. На чем он спит? Он удовлетворен, ему классно, нормально все. Он не чувствует, что он что-то в жизни не имеет, не взял чего-то он еще. Потому что все вот эти вот неудовлетворенные желания, это своего рода комплексы нереализованных каких-то вещей. Верующий человек должен быть полноценным, реализованным, не испытывать вот этого недостатка. На самом деле, весь этот недостаток находится во внутреннем человеке, в его личности, а не снаружи. Как люди думают, что это снаружи, чего-то не хватает. Это внутри не хватает, потому и снаружи не хватает. И текст, который мы зачитали о ладыкийской общине, конечно же, говорит не только о церкви, не только об общине. Как я уже сказал, община состоит из людей. И то, чем наполнены люди, этим наполняется и собрание. Так или нет? Характер людей, специфика, служение, дары, это тоже все проецируется на общину, на собрание. У каждой общины должно быть лицо, должно быть характер, как у человека. Но ни для кого из нас не секрет, что есть же и люди бесхарактерные, правда? Вот ни рыба, ни мясо. И общины есть. Если бы их не было, не было бы этого послания. Правда? Я ни на кого не намекаю, но если кто-то что-то услышал, значит у вас есть уши, как написано в 22 стихе. Это уже неплохо. Речь идет о безразличии в этом тексте. Почему люди остывают? Вот раньше им было интересно, они так горели для Бога. Так горели! И люди думали, верующий человек, он не должен остывать. А как сделать так, чтобы не остывать? Для этого внутри нас должен быть источник энергии, который никогда не иссякнет. Вечный двигатель такой, духовный. Где его взять, все знают, правда? Да, надо, чтобы вечный Бог жил в твоем сердце. Чтобы для тебя все, что находится за пределами материального мира, было действительностью, реальностью. Правильнее сказать реальность, потому что действительность – это то, что мы видим. А реальность – это то, что можно не видеть, но оно есть. То есть, Бог реален. Мы, читая этот текст, должны понимать, что не дай Бог нам дойти до этого состояния, когда мы будем думать, я разбогател, и мне больше ничего не нужно. Ведь все это говорится о духовности и о духовном состоянии. На примере ладыкийцев, которые действительно были очень богатым городом. Там была община создана раби Шаулем. И там, 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 как бы люди заболели. Вот они заболели. И это послание, оно нацелено на то, чтобы их как-то вылечить. Поэтому в нем и написано, кого люблю, тех и обличаю. Обличение должно протрезвлять, оно должно напомнить человеку, что сильно заметно уже стало твое состояние. Уже, как бы, совсем заметно. Вот для меня обличение где-то в этой области лежит. Когда ты говоришь, что это сильно торчит уже и мешает. Надо что-то с этим делать. И вот у ладыкийцев была та же проблема. Не знаю, но мне кажется, что любая община должна читать внимательно это послание. И если этого ничего нет, слава Богу, чтобы его и не было. Но когда уже есть, уже совсем плохо. Но еще не все потеряно. Но лучше профилактика, чем лечение. Правда? Для этого надо. Вот сейчас многие поболели у нас в собрании. Все должны кушать лук. Все должны кушать чеснок. Слышите? Мы в 2015 году были с моей женой. Я тогда преподавал в одной из московских семинарий. Тоже вот в зимнее время. Как, кстати, преподавал книгу «Откровение». Вот апокалиптическую литературу. «Откровение» Даниила. Куски из Языкиля. И там поболели люди. И я ректору говорю, «А вы им лук даете?» Вот это для них было откровение. Лук. Я говорю, конечно. Вот мы обедали вместе с ними там. Мы сидели в столовой, кушали то, что они кушают. Вот всю неделю. Три раза в день мы ели то, что они едят. С общего котла первое, второе. А? И компот. А как же, да? И компот. Я говорю, надо лук давать. Для них такое откровение-то было. И мы следующий прием пищи. Приходим на всех столах. Лук. Крупно порезанный там прям взяли, нарезали. И прямо вот всем, всем кушать лук. Эффект заключается в том, что когда все едят лук, никому не пахнет. Мы сейчас не будем касаться лишних ощущений, что для меня это аромат. Всегда был и будет. Лук и чеснок. Если от кого-то пахнет, это признак. Для меня вот очень положительный, это ароматно. Я воспринимаю не то, что как воняет. Оно не воняет, оно пахнет. Воняет другое. Но, когда мы живем духовной жизнью, мы должны делать профилактику. Понимаете? Вот если бы человек эту профилактику делал, каждый день там кушал лук. Не хочешь на работу идти, на ночь съешь пол луковицы. Я так делал. Я помню, я учился у нас там, ну, эпидемия. Эпидемия. Каждый там в течение двух недель 30% нету на лекциях людей. Стационар. И мы сидим, все, закрытое помещение. Эпидемия гриппа. У всех температура 40. Одинаковые симптомы у всех. Да? Я не заболел. Потому что мне некогда было. Я не хотел болеть. Но я ел лук. Прямо на точак. Четвертушку съедаешь. Вот. И он такой-то, может, духовный мир тебе открываться начинает. Когда ты его съел. Все тут. Никаких микробов. Профилактика. Не знаю, на мой взгляд, лучше профилактика, чем... Возьмите любую область. Возьмите, не делайте профилактику машине. Не меняйте масло. Не меняйте фильтры. Вы дойдете до того состояния, когда надо будет восстанавливать всю эту машину. Это будет стоить намного дороже. И отнимет больше времени и ресурсов у вас. Чем если бы вовремя делали профилактику. В духовной жизни то же самое. Важно делать профилактику. Человек думает, что все знает. Разбогател. Ну, что такое духовно разбогател? Это когда он все... На все ответы у него есть вопросы. Да? Он все знает. А я как сказал? Наоборот сказал. Беру свои слова, наоборот, обратно. На все вопросы у него есть ответы. Да? А на самом деле, по факту, ты видишь, не работает. И ты уже начал сомневаться. И все. Лучше сказать, давай вместе подумаем. Давай вместе помолимся. До тех пор, пока ситуация не станет предельно прозрачной, нельзя ничего говорить и давать советов. Точно так же, когда мы читаем этот текст, мы должны себя посмотреть на себя и, конечно же, на свои общины. Наверное, в большей степени это касается служителей, вот руководителей общин, чтобы посмотреть на себя. Но я на правах руководителя общины считаю, что своим долгом сказать об этом таким же, как я. Братья, давайте будем внимательны, давайте, чтобы нас не заносило. Нам же всем будет проще и лучше. И не будет дискредитации тогда мессианского иудаизма. И вот человек думает, что он разбогател, а Бог ему говорит, а ты не знаешь, что ты нищий, бедный ты, несчастный и жалкий, и слепой, и раздетый. Уже дальше некуда, по-моему, правда? Голый, босый, глухой, слепой и больной. Очень часто так выглядят те, кто кричат, что они богатые и здоровые. Ну, вот как в ладыке это было. А по факту наоборот. Ну, может, он и одет в хорошие штаны, и там дорогую обувь. Но мы-то говорим о внутренней части человека. И вот совет. Советую тебе купить у меня золото. Это о чем? Как вы думаете? Давайте так. Вот в то время, тогда, сегодня купить золото можно за бумажки. Так или нет? С портретами президентов Америки, например. Ну, или за любые другие. А тогда, в то время, что надо было отдать, чтобы купить золото? Интересный вопрос, правда? Фактически, речь шла об артере, об обмене. Золото, наверное, можно было обменять на большее количество серебра или жемчуга. Но в то время не было такого понятия, как бумажные деньги. Кому интересно, я могу объяснить, когда это появилось. Это когда векселя, это тамплиеры вводили. Это, кстати, католическая миссия или орден тамплиерский. Вот они первыми, насколько я помню, стали использовать так называемые ваучеры или закладные бумаги. Впоследствии это все потом стало уже деньги. Но в то время, когда Бог говорит, купи у меня золото. О чем? Вот вы сразу, первая ассоциация. Какой текст из Библии всплывает? Там про что? Вера ваша оказалась драгоценнее в Библии, хотя их не испытывали. Правильно. Правильно. Первое послание Петра. Это вера, которая драгоценнее золото. То есть, Бог говорит, ты думаешь, ты богатый, ты разбогател, а ты голый, босый, слепой, больной, я тебе советую купить у меня веру, настоящую веру. Купить, приобрести эту веру. Без веры угодить Богу невозможно. Община не может угодить Богу без веры. Человек не может угодить Богу без веры. Это написано в послании к евреям. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Огнем очищенная вера должна быть, чтобы тебе обогатиться. Обогащая человека в этой жизни, именно вера, а не что-то другое. И белую одежду, чтобы тебе переодеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. Другими словами, какой текст вы сразу вспоминаете? Про одежду белую, когда читаем. Когда, чтобы не видна была срамота наготы твоей. На перу у Бога. Белая одежда. Исайя 64 глава. Шестой стих, если мне не изменяет память. 64. Да. Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас. И это еще Исайя писал. Вся наша праведность, как запачканная одежда. Бог говорит, приобрети веру настоящую, переоденься в одежду, которую я тебе дам. Твоя одежда выглядит, она грязная, она вот как здесь, как Исайя 64.6. У меня, Он говорит, все есть, иди сюда, я тебе помогу. А человек думает, да ну, я сам богатый, я сам все знаю, я тут всем рассказываю, как что делать. Бог говорит, послушай, иди сюда, у тебя проблема. Хорошо, если человек это услышит. По поводу извергну, извергну, 16 стих, вот в нашем тексте, в Откровении, 3 глава, 16 стих, извергну тебя из уст моих. Это о чем написано? Ну, выплюну, правильно или нет? Что такое извергнуть из уст? Это когда человек что-то, а потом, выплюнул. И когда человек выплевывает, оно вверх летит или вниз? Не извергаться, это падать вниз, понимаете? Бог выплевывает просто, как бы он, он не может это употребить. И здесь текст, вот, из Икиля, 28 глава, параллельный текст есть у Исаии, но я зачитаю именно из пророка, из Икиля. Текст рассказывает о падении царя Тирского, но все, согласны, что речь идет здесь, о писании падшего Херувима, по Исаии его звали, Гейлель бен Шахар, другие его знают, как Люцифера, но Люцифер, это изобретенный термин, его нет в Писании, его в Библии нет, это латынь, и когда писали перевод на латинском языке, то для прославляющего сына Зари изобрели вот такое слово Люцифер, оно в принципе подходит, отражает очень правильно и хорошо первозданную природу, как бы, этого Херувима, но все знают, что это падший Херувим, правда, все знают, что это тот, кого постигло падение, и вот текст, смотрите, с 14 стиха, а, 28, я же сказал, Езекииль, 28 глава, с 14, текст начинается с 11, но я прочту с 14, остальное, кому интересно, дома посмотрите, Езекииль, 28 глава, 14 стих, ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония, в чем беззаконие, 16 стих, от обширности торговли твоей, внутреннее твое, исполнилось неправды, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней, дальше там тоже идет текст, от красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего, ты погубил мудрость твою, видите, не знание, а мудрость, в плане информатики, конечно, сатан, очень, очень информированная личность, не ест, не спит, в плане вот физическом, как нам надо отдыхать там, да, хорошо налаженная структура у него, все работает, но мудрости нет, потому что мудрость – это атрибут Бога, хохма, там, наверное, больше лукавства, хитрости, коварства, которое может показаться мудростью, и для многих в проявлении мирской жизни именно так все и есть, но мудрость Божья – это следовать Божьим уставам в послушании. Так вот, здесь в тексте написано «Я не извергнул тебя», а в Откровении Ишуа говорит «Я извергну тебя из уст моих». Очень параллельные тексты, очень похожие. От обширности торговли. Что такое обширность торговля? Он что, там, на небе торговал? На самом деле, да. Чем? Торговать же можно не только семечками, положением, расположением к тебе других. Он увлек за собой одну треть духовного мира в падение. Тем, кто видел реально вот так Бога. Это ж какой надо иметь внутренний такой вот харизму, талант, чтобы так их обмануть, подговорить, увлечь. Именно увлечь написано. Что-то он им там такое рассказал. Это и есть торговля. Торговаться. Мы когда хотим для себя что-то... Мне, я помню, вот мне мой отец часто говорил «Что ты торгуйся со мной?» То есть я-то ему ничего не продавал на самом деле, правда? Но я пытался что-то получить там. Но он говорит «Что ты торгуйся?» Вот помню, как сейчас. Вот то же самое с этим было Херувимом. Он торговал. Ну, понятно, там, говорит, «Я свой престол поставлю выше, мне будут поклонить». Вот это и есть торговля. То же самое может произойти и возникнуть с любым человеком. А меня беспокоит, конечно же, мессианский иудаизм. Мне не хотелось бы, чтобы с нами это произошло, чтобы мы не начали торговать обширно. Да, мы, конечно, должны учить и учиться, читать лекции, делиться. Если кому-то нужно, надо пойти и покрыть эту нужду, правильно? Рассказать, что ты понял. Пусть люди подумают, может, им пригодится, но только в таком вот разрезе, а не так, что я вот сейчас всех научу, и все будете узнать. Я больше всех знаю. Это торговля уже. Торговать нельзя. Даром получили, даром даем. Правильно или нет? Есть разница между тем, чтобы продать или между тем, чтобы отдать. Поэтому одно дело торговля, другое дело, когда ты пускаешь хлеб по воде. И вот точно так же, как Херувима Господь низвергнул, как нечистого, вот так же мы выплевываем. Если что-то нечистое попало. Я не знаю, у кого такое было? Ты кушаешь, жуешь, и муха залетела в рот. Ни у кого не было? Было? У кого было? Поднимите руку. Муха нет? Не помню. А вот комары точно на природе, на рыбалке, там, да, там, на вдохе. Раз и залетел. Первая реакция, чтобы у тебя там не было во рту, даже если ты выплевываешь все вместе с насекомым. Правда или нет? Вот это то же самое, это тот же прообраз, когда что-то нечистое попало. Ешуа, когда говорит, я извергну тебя из уст, это как выплюнуть. На самом деле, это и есть сплюнуть или выплюнуть, как нечистое что-то. И мне бы, конечно, не хотелось, чтобы с нами происходило что-то подобное. Тут все прообразы очень сильные. Помазать глаза глазной мазью. Человек думает, что он зрячий, а Бог говорит, ты вообще слепой. Слепой. Там владыки делали мазь глазную. Продавали. Шерсть делали. Черный, очень высокого качества. Тоже торговал город. Богатый был, обеспеченный. То есть, экономическая, как бы, часть жизни была на высоте. Это и погрузило владыкийцев вот в это состояние. Да ну, мы богатые, все дам себе. У нас все нормально, короче. А Господь смотрит в их сердце и говорит, ребята, остыли вы. Стали ни рыба, ни мясо. Вы раньше не были такими. И мы знаем, что это происходит с людьми на пути к Богу. Правда? Вот жизненный путь. Хорошо, когда мы уверовали, покаялись, то тут, на подъеме все, так классно. А потом начинается испытание, а потом духовный спад. И вопрос, сумеешь ты его правильно пройти или нет? удержишься ты или нет? А потом будет новый виток. Но главный смысл, как бы, жизни верующего человека всю жизнь прожить как верующим, дойти до конца, не ослабеть, не остыть. Поэтому он говорит, будь ревностен, покайся. Состояние ревности, это когда человек хочет, когда он желает. Понимаете? Мы должны стремиться к Богу, как молодые люди на свидание. Я не знаю, как у других, но когда я был молодой, я не чувствую себя старым, но тогда я был молодой. В зеркале я это видел. Я для того, чтобы встретиться со своей любимой, это Ира. Чтобы вы не думали, что кто-то другой. Я мог километры идти, мне без разницы, мне лишь бы, ну как бы, побыть человеком, не спать, ночи не спать, не поел, не поел. Когда мы действительно любим, вот эта ревность, это не имеется в виду ревность, чтобы никто не забрал. Это имеется в виду желание быть вместе. И вот это желание быть вместе, никто не может остановить. И Бог говорит, вспомни, будь ревностный, начни ревновать. И покайся. А часто люди говорят, а в чем мне каяться? Я не пью, не курю, не ворую, там ничего такого не делаю. А про ладийкицев не написано, что у них проблемы блуда были, как у коринфян, допустим. Правда ведь нет? Не написано, что тут было кровосмешение, как в коринфской общине. Других проблем, тут вроде бы проблемы все социального характера, если посмотреть на них с социальной точки зрения, они очень благополучные люди. Тут о грехе и речь-то не идет. В принципе. А Бог говорит, покайся. Потому что вот это состояние как бы внутренней самодостаточности, оно ставит Бога не на первое место уже в жизни этих людей. И поэтому Ишуа говорит вот эту знаменитую фразу «Се, стою у двери и стучу. Кто откроет меня, к тому войду и буду вечерить с ним и он со мною». Здесь не имеется в виду покушать, ужинать просто. В иудаизме Тора воспринимается как пардес, как сад с фруктами. Мы знаем также, что есть пир у Агнца. Есть или нет? Он говорит, тот, кто меня впустит в свое сердце, будет со мной на этом пиру. будет со мной вместе вкушать секреты Торы, секреты, тайны священного Писания. И тут речь не идет о тайна, там, знаете, какая-то там покрытая мраком. Нет. Речь идет о духовных принципах, о которых люди не знают. И когда Бог нам это говорит, и ты этот принцип начинаешь применять в своей жизни, твоя жизнь меняется, но она меняется постепенно, она не может измениться вдруг вот так, за один раз. Вдруг за один раз ты можешь принять решение, что ты пойдешь по этому пути. Но чтобы жизнь действительно изменилась, чтобы ты начал чувствовать вкус этой измененной жизни, радость и удовлетворенность это процесс, это время, если ты захочешь. И поэтому, когда Ишуа говорит, я войду и буду вечерять с ним, он со мной, он имеет в виду, что он будет открывать нам свое священное Писание и понимание этих вещей. Еще небольшой комментарий по поводу приобрести золото или покупать, купить золото. Мы сказали, да, что речь идет о том, чтобы купить веру. А при помощи веры, что мы можем приобрести в принципе вот от Бога? Спасение, правильно, Нина? Смотрите, какой интересный стих снова у Исаии, 55 глава, первый стих. То есть, в Откровении Бог говорит, купите у Меня веру, купите у Меня золото, Он говорит. А что говорит Исаия в 55 главе, первый стих? Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите и покупайте, и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Аллилуйя! У Бога можно это приобрести, купить, без платы и без серебра, но надо купить. А как это? Это значит, обменять надо на что-то, правда? И здесь вход уже идет, наше время, наши ресурсы, наши таланты и многие-многие вещи, которые мы в своей жизни применяем, чтобы достигнуть других каких-то целей, связанных с земной жизнью. Но человек, как написано это шево-брахот, вот когда благословляем мы, да, во время свадьбы или другого какого-то церемония Текис, среди вот этих шево-брахот, всем благословения, говорится, что человек Адам Убиньян Адей Ад, то есть он строение вечное, которое сотворил Господь. А тело наше нам шепчет, что мы не вечные, это тело, да, но мы, как Биньян, как строение, вечные, и поэтому те ресурсы, которые нам даны, надо тратить не только для того, чтобы достигнуть земных целей, ограниченных, не вечных, но также, чтобы, и в первую очередь, чтобы достигнуть целей, идущих за пределы земной жизни, но напрямую касающихся тебя, твоей судьбы, твоего пути, твоего состояния там, в вечности, в улям-абам, то, что называется, в грядущем мире. И поэтому Исаия говорит, жаждущие, идите и покупайте без серебра, причем он говорит, покупайте, ешьте, да, ешьте и пейте. И то же самое Ишуа говорит, он говорит, купите у меня веру, которая даст вам спасение, которая приведет вас к источнику жизни вечной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем. А кого мы должны победить, как вы думаете? Себя. Правильно. Вот мама подсказывает, Нина тоже. А Жанна, а ты что думаешь? Внутреннего человека. Правильный ответ. Мы должны победить не тут на этой земле какую-то армию или что-то, себя победить. Победитель это тот, кто победил себя. Это очень высокий уровень, правда? Это очень высокий стандарт. Да. Он говорит, тот, кто победит себя, он сядет со мной на престоле моем. Ну, что сказать? Хочу всех нас благословить, чтобы мы были рыбой или мясом. но кем-то надо быть. Я вот прочитал еще интересный стих 1 Коринфянам 15 глава. Там, где речь идет о воскресении, о жизни вечной. Это все в тему, как бы, да? Там написано иная плоть у человеков, иная плоть у скота, иная плоть у рыбы, и иная плоть у птицы. То есть, надо кем-то быть. Да? Но если по 1 Коринфянам, быть людьми надо. Быть людьми. Община это та территория, где мы учимся быть людьми. Основная проблема человеческого рода сегодня очень трудно быть человеком. Люди мешают. Поэтому трудно быть человеком. Но Писание говорит, нам нужно стать людьми. Людьми Божьими. Не пытаться с этим миром договориться за игры не получится. У нас должна быть четкая позиция. Вот такая. И мы должны общаться с этими людьми. Мы должны с ними дружить и говорить им. Да? Но должны быть четкие территории, границы, куда нам нельзя. И какие-то территории, где мы можем вместе быть. Иначе как бы мы могли сказать им Слово Божье? Поэтому дорогая душа, дорогая община, пусть Бог благословит тебя и меня, чтобы мы имели уши и чтобы наши уши слышали, что Дух говорит общинам и каждому человеку в отдельности. Амин. Мы искренне благодарим тебя и славим за твой мир, за твое устройство, за твои благословения. И мы просим тебя благослови нашу общину и сохрани ее от всякого рода гордыни, от заночивости. Благослови и дай нам, пожалуйста, устройство во всем, благословение домам нашим, семьям. если кто-то является человеком без семьи, одиноким, также благослови всех этих людей, чтобы была полнота жизни, чтобы радовала человека и удовлетворяла то, чем он наполняет себя сегодня. Мы благословляем тебя и молимся во имя Ишо Мессии. Амин. Мессии.